Нефть пошла резко вверх. Бренд в четверть вечером выросла почти на 16% и преодолела отметку в 28,5 долларов за баррель. Рынок отреагировал, в том числе и на заявление Трампа. Он сказал, что низкие цены на нефть больно бьют по России. Я вмешаюсь, когда это будет необходимо, пообещал президент США, говоря о ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России из-за обвала цен на нефть. По словам собеседников издания, о вмешательстве «Белый дом» попросили американские нефтяные компании. О каком вмешательстве штатов может идти речь, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Ну, здесь мы действительно видели некий такой вариант, который предлагался американскими политиками. Давайте, мол, введем запрет на импорт нефти из России и из Саудовской Аравии. Это такая некая попытка создать дефицит предложения на отдельном взятом рынке Соединенных Штатов. По поводу других каких-то санкций, здесь сложно сказать, что сейчас может ввести Трамп. Ввести санкции на покупку российской нефти тоже было бы довольно промечу, потому что Россия один из крупнейших экспортеров нефти. И это сейчас там, да, весь мир заливается нефтью. А что будет, когда восстановится спрос со стороны Китая и Европы? Что будет, что неизбежно же слонцевики сократят добычу, они сейчас все в убытках. И что тогда мы все увидим без российской нефти? Цены опять рвануты вверх. И чрезмерно высокие цены для Соединенных Штатов, для Трампа тоже не хороши, потому что тогда начинают кворать все остальные потребители, получается. А США еще помимо того, что добывают много нефти, он является одним из крупнейших потребителей нефти. И это тоже качели как бы в эту сторону неприемлемо. Я думаю, что в основном Трамп подразумевает, что он сможет оказать влияние на Саудовскую Аравию, чтобы они не прекратили заявлять хотя бы о том, что они сейчас будут делать с 1 апреля, когда у них не будет обязательства Пайпед Плюс. И может быть не предпринимали те шаги, о которых уже сказали. Потому что они говорят, что будут добывать еще 3 миллиона баррелей нефти сверху от нынешнего уровня. О том, что они дадут скидки на 8 долларов к баррелю каждому покупателю, особенно на европейском рынке в частности. И все эти заявления, конечно, они очень сильно бьют по рынку. Игорь Юшков. Накануне российская нефть ЮРОС с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела на 22%, до 18 долларов 64 центов за баррель, что стало минимальной ценой с февраля до 2002 года. Разница с Brent превысила 6 долларов. При этом еще в августе прошлого года ЮРОС стоила дороже североморской смеси. Причиной называли санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, из-за чего на рынке возник дефицит тяжелой нефти, на который относится и ЮРОС. Почему российское черное золото стремительно дешевеет и можно ли говорить о том, что уровень ниже 19 долларов на грани рентабельности, мнение главного стратега ИК «Универкапитал» Дмитрия Александрова. Судя по всему, исходя из тех сделок, которые сейчас по таким ценам идут, это уже сделки апельские. И здесь реагируют покупатели на те заявления, которые делала Россия и которые делала Саудовская Аравия в свое время, что с апреля никаких ограничений нет. У участников разрушенного соглашения, соответственно, объемы будут увеличиваться и на это накладывается готовность Саудовской Аравии давать еще дополнительную скидку по своей нефти. Поэтому, условно говоря, отпускаются котировки бедов, то есть покупатели не готовы брать дороже. С другой стороны, нельзя исключать, что и с нашей стороны тоже есть готовность продавать дешевле. То есть, если все-таки это вот такая конкуренция всех против всех ценовая, то, естественно, что здесь и российские компании тоже будут какие-то объемы, по крайней мере, первое время продавать по более низкой цене, напрямую конкурируя с объемами, которые можно Саудовская Аравия предлагать. Естественно, что в этой ситуации дифференциал будет увеличиваться отрицательно к бренду, именно потому что со стороны России приходит дополнительный объем. С точки зрения того, насколько это уже за гранью, рентабельности или нет, естественно, это покажет отчетность. На самом деле, пока это еще не за гранью, но на грани. Для отдельных компаний, может быть, уже и за гранью. Дмитрий Александров ранее в четверг совладелец Лукула Леонид Федун в интервью РБК назвал текущие цены на нефть катастрофическими. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия начали войну на истощение. При этом, на недавней встрече главы Минэнергоновка с нефтяниками, все компании заявляли о некритичности низких цен. Почему же второй человек в Уколе заявляет теперь о катастрофе? Комментарий политолога Константина Симонова. На самом деле, позиция нефтяных компаний чуть сложнее, чем коллективное согласие с выходом из сделки. Почему? Потому что есть позиция РУСНЕФТИ, лобовая. Сделка плохо, надо из нее выйти и забыть про нее, как страшный кошмар. Есть компании, которые соглашались с главным аргументом РУСНЕФТИ, что мы не можем дальше сокращать добычу. И в этом плане «Газпромнефть» тоже активно говорил, что сокращаться некуда. Соответственно, такие были шапка за китайское настроение, что у нас себестоимость 3-8 доллара, соответственно, а мы там можем падать. И в этом плане у нас есть огромный запас срочности. Компания «Лукойл», кстати, выступала крайне аккуратно. Во-первых, Федуна не было на этом совещании, а был сам Олег Перов. Федун все-таки не первое лицо компании, но Олег Перов, если вы помните, после совещания с новоком говорил о том, что всегда лучше договариваться. В этом плане позиция «Лукойл», кстати, была самой аккуратной из всех компаний. Позиция Олег Перова – не надо никаких нефтяных войн. Просто, сейчас говорю, Федун все-таки не первое лицо, он не занимается оперативным управлением компании. Поэтому он позволил себе более резкие заявления. Константин Сименов добавил, что вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни одного барреля российской нефти в Европу, сообщил накануне Рейтер. По расчетам Минфина, при цене EURUS ниже 17,5 долларов за баррель российский бюджет будет недополучать 3,3 млрд долларов в месяц, написали ведомости. На прямой связи со студией экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Есть предел или еще есть куда падать? Дна достигли мы или нет? Дна достигли в каком смысле? В экономическом. Я имею в виду, ну, хотя бы по стоимости нефти. Ну, вы знаете, вообще говоря, поскольку было это уже в 2016 году, я вообще не вижу в этом никакой катастрофы. Кроме того, сейчас паника. Когда паника, вообще невозможно говорить о каких-то трендах и тенденциях. Поэтому я склонен считать, что смотреть надо будет через месяц, когда эта паника закончится. Если говорить об эпидемии, простите, сколько у нас в стране больных? 114. Аж целых 114 больных. Из них большая часть заразилась где-то там и к нам приехала. Да, по-моему, около пяти человек, которые заразились внутри России. У меня по этому поводу есть разные вопросы. Есть ли вообще эта эпидемия как реальная угроза? Если говорить о мировой экономике, я вижу панику. Но эта паника наложилась на вполне конкретные обстоятельства. На коррекцию на фондовых рынках. При этом я уже там с 2003 года объясняю, что будет и большой обвал. К нему нам надо готовиться. У нас основная проблема связана с тем, что вырастут тут цены в магазинах. Они уже выросли, потому что ширпотреб у нас весь импорт. Но это означает только одно, что наше либеральное правительство, которое там с 99-го года руководило экономикой, не сделало ничего. Они должны понести наказание. Более того, любой нормальный человек, который хоть немножко разбирается, так сказать, в политических обстоятельствах, он немедленно начинает задаваться вопросом. А почему это так получается, что как только президент России объяснил, что пора отказываться от либерализма в пользу консерватизма, что пора, соответственно, подумать о семье, что, соответственно, брак – это союз между мужчиной и женщиной, что, соответственно, надо вспоминать нашу историю, как тут же, соответственно, Центробанк и Минфин сделали так, что цены в магазинах выросли на 15%. Михаил Леонидович, вы так определяете, что давайте посмотрим, что будет через месяц, таким образом определяя срок этой паники. Но история знает примеры, когда паника продолжалась намного-намного больше. Здесь ведь сам... Да, пожалуйста. Тут вот в чем все дело. Значит, есть вещи наши внутренние. Уже абсолютно понятно, что надо переходить на восстановление внутреннего воспроизводственного контура в экономике. Что ширпотреб должен быть нашим, внутренним. И этим нужно заниматься. Путин об этом сказал прямым текстом, что нам нужно запускать новый инвестиционный цикл. Но Центробанк и Минфин на протяжении 20 лет не давали это делать, потому что это противоречило указаниям МВФ. Значит, нам нужно отказываться от дружбы с МВФ. Но и Силуанов, и Набиулина для них важнее дружба с МВФ, чем интересы страны. Это означает, что идеологически надо переходить к ситуации, при которой чиновники являются людьми, для которых интересы страны важнее, чем интересы МВФ. Обращаю ваше внимание, сегодня это не так. И это видно, потому что депутаты Госдумы отказались голосовать за поправку о том, что у депутатов и у чиновников не должно быть зарубежной собственности. Если тебе важнее интересы страны, какая разница у тебя, есть собственность или нет? Ты хочешь пожить на Лазурном берегу, но арендуй на месяц виллу. Собственность тебе зачем? Это вред такой тяжелый. Вы знаете, у меня есть знакомый, который учился в одной группе, я не боюсь этого слова, с Гусинским. Когда Гусинский уже сбежал в Израиль, он его как-то пригласил в отпуск, две недели покататься на яхте. Ну, вспомнить молодость. И этот самый мой знакомый мне рассказывал, что ему Гусинский, вот они сидят на шедлонгах, на палубе. И он говорит, ты знаешь, вот я понял, что человек в принципе не может потратить, ну по тем временам было 35 тысяч долларов в месяц, сейчас 50 тысяч. Невозможно потратить больше 50 тысяч. Зачем тебе яхта? Ну, зачем она тебе нужна? Если ты на ней будешь кататься два раза в году по две недели. Ну, арендуй ее, и нет проблем. Ну, вы же понимаете, статусность, статус. Вот, замечательно, да? Где мы не просто статусность, а у нас в стране почему-то статусность зарубежная недвижимость. Так надо, и то, что депутаты были против, означает только одно, что для них вот эти вот интересы МВФ важнее, чем интересы страны. Нужны ли нам такие депутаты? Нужны ли нам такие чиновники? Вот сразу возникает целая куча вопросов на эту тему. Михаил Геонидович, да, спасибо большое за комментарий. Ну, тогда будем следить за развитием событий, всегда с интересом общаемся с вами, так что будем звонить. Спасибо большое экономиста Михаил Хазин, но вот следим за падением. Еще раз напомню, что для тех, кто подключился уже к самому финалу нашего разговора с Михаилом Хазиным, он говорит, что нужно переждать панику, и паника это продлится месяц. Но этот месяц каким-то образом надо...